МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раздел третий. Национально-государственное административно-территориальное устройство Новороссии. Это третий у нас ролик. Ну что тут можно сказать? Территория Новороссии едина. И отчуждение части территории Новороссии без согласия народа, выраженного путем референдума, рассматривается как течайшее преступление. И в чем разница с тем, что пишет киевский режим? А в том, что если было согласие народа, выраженное путем референдума, то это не преступление. Вот и все. В этом и разница. Потому что есть теория, есть право нация на самоопределение. Каждый народ имеет право национальное самоопределение. Например, и русский народ, между прочим, имеет право быть неразделенным. А у него 25 миллионов живут за пределами России. И о нем тоже надо подумать. А то вот, так сказать, обо всех народах думают, вот нам тоже как-то обидно. Мы вроде всем помогали, потом говорят, а вы что с вами там, у вас же все права есть. Какие все права? Разделенный народ. Потом, кто ехал вообще в Республику Советского Союза? Рабочие. На заводах работали, между прочим. Не в ларьки туда ехали, а создавали там самолеты, создавали там машины, оборудование и так далее. Тяжелые. Вот раздел очень короткий у нас. Национальное государственное административное устройство Новороссийск. Два, две области. В обоих областях имеются по совету. А вместе они собираются на съезд Советов и избирают руководство. Так, идем к следующему разделу. Раздел четвертый. Организационная форма народовластия в Новороссии. Советы рабочих, советы крестьян, советы специалистов и служащих. Представительными органами государственной власти, в соответствии со статьей 56-й, в Новороссии являются Советы трудящихся. В систему Совета входит комитеты коллективов, областные советы рабочих, советы крестьян, советы специалистов и служащих. СИЕС Советов рабочих, Советов крестьян, Советов специалистов и служащих. Новороссии, проходящих действительную воинскую службу и находящихся на кадровой военной службе народной милиции или вополчении. Так что вот здесь это отмечено, что в Советы специалистов и служащих входят и военнослужащие, в том числе и в настоящую народную милицию. Все очень просто. Каждый коллектив направляет своих депутатов, достаточно крупные, а если это мелкие коллективы, объединяются через профсоюз. И, скажем, тысячи членов профсоюза посылает там одного человека. А затем областные советы избирают делегата, у нас есть Советов, и он уже выбирает руководство Новороссии. Депутаты в комитеты коллективов выдвигаются и избираются коллективами структурных подразделений, предприятий, организаций, учреждений. Депутаты в Советы трудящихся, Советы рабочих, Советы крестьян, Советы специалистов и служащих выдвигаются и избираются трудовыми и воинскими коллективами. Комитеты коллективов – это органы рабочего самоправления, а советы – это органы государственного управления. Депутаты съезда советов, трудящихся в Новороссии, избираются на областных съездах советов Вот самая принципиальная статья 59 Члены комитетов коллективов, депутаты областных советов, рабочих советов, крестьян, специалистов и служащих Могут быть отозваны избирателями в любое время Если нельзя отозвать, никакой демократии нет Он наболтал, наобещал, потом мы увидели, что он ничего не делает А вы уже говорите поздно, ждите следующих выборов А выборы по партийным спискам Поэтому поставили его в список, и никак его даже оттуда не уберете Никакими силами Поэтому все больше зарастает государственное управление, не к темным людьми Так было и с 1936 года, когда не было выборов у нас через трудовые коллективы И это привело к Горбачевщине А сейчас это приводит к деградации органов власти Деликаты съезда советов, трудящихся, могут быть отозваны в любое время избравшим их советом А также избирателями, избравшими их соответствующий областной совет Вот мы как бы здесь сидим сейчас все Каждый депутат от какого-нибудь предприятия Ну если меня завтра сегодня отозвали, собрались, отозвали, хватит ему выступать, уже надоели его выступление Приходит другой человек вместо меня От этого предприятия есть человек? Все То есть человек должен быть представителем предприятия, а не представителем самого себя Это ведь советы органов управления и трудящихся Трудящихся должны быть представители Члены исполнительных комитетов, областных советов Могут быть выведены из состава исполнительного комитета в любое время Избравшим их советом, либо отозваны из состава депутатов и избирателей Освобожденные от основной работы члены исполнительного комитета Получают заработную плату Не выше среднего заработка квалифицированного рабочего соответствующего органа Хотите повысить зарплату региона? Хотите повысить зарплату? Повысите зарплату всем рабочим соответствующего региона И у вас будет больше зарплаты Не можете вы повысить зарплату рабочих? Вам надо понизить, потому что выгнать вас из системы управления Логично? Логично Вот будет заинтересованность Парт-максимум был в свое время определение 500 рублей Член партии 500 рублей, остальное партийную кассу Беспартийный 800 Заместитель А начальник, член партии, 500 И карьеристы не лезут Пусть Единая Россия сделает А карьеристы не будут лезть в Единую Россию Она сразу облагородится партию Но не берут И в КПРФ я лично предлагал Когда была образована Компартия РСФСР Еще не разделили на комитет Еще не избрали Центральный политбюро Вернее, только избрали членов Центрального комитета Давайте проголосуем, кто за парт-максимум Меньшинство Это тяжелый пункт Может из-за этого не хотят распространять Мы тут в своей конституции такое Вот ну или как так Я пришел на государственную службу Должна быть у меня сейчас служба И пенсия 75% от дохода нашей по закону А тут вот с такими предложениями Мне вообще как-то надо с этими людьми что-то делать Которые такие предложения выдвигают Статья 62 Чесие советы трудящихся проводятся по мере необходимости Но не реже двух раз в год Депутаты являются полномочным представителем трудовых коллективов Депутаты не реже раза в месяц Отчитываются предызбравшими их трудовыми коллективами Чтобы их каждый месяц можно было смотреть Не надо ли их уже остановить Хватит уже Если дело ничего не докладывает Ничего не получается До свиданица Статья 64 Высшим органом государственной власти Новороссии Является съезд советов рабочих Советов крестьян Советов специалистов и служащих Собрались там три палаты Этого съезда Может быть совместное заседание Могут быть раздельное заседание Наверное тоже надо сделать Если советы рабочих не решат Этот вопрос Бесполезно решать Я ведь, знаете, наш брат интеллигент Мы можем столько насоветовать Дать 100 советов Что тысячи человек не смогут Эти 100 советов реализовать Поэтому надо, чтобы Все-таки решающее слово было За всеми, кто будет исполнять Так, статья 68 Съезды советов Новороссии Сознаваются по мере необходимым Но не реже двух раз в год И право законодательной инициативы На съезде советов Трудящихся Новороссии Они лежат депутатам съезда Центральному исполнительному комитету Правительству Новороссии Верховному суду Новороссии И прокурору Новороссии Четвертый развед Значит, здесь Вопросы вызывает Двуступенчатая система выборов Она и ответы вызывает Она и ответы вызывает И если посмотреть на обсуждение Проекта Конституции Еще в 1936 году То видно, что там С большим очень энтузиазмом Была воспринята Именно вот Одноступенчатая система выборов Как якобы более демократичная Однако, на самом деле Это не так До Горбачева Генеральный секретарь ЦК избирался ЦК Горбачев вверт Такое, чтобы Генеральный секретарь Избирался Съездом партии К чему это привело? Это привело к тому Что на период От съезда до съезда Генеральный секретарь Оказался неизбираем Это во-первых Не переизбираем Не переизбираем Это во-первых И во-вторых Он как бы парир Над другими членами ЦК Которые вообще Говоря Вот съезд избрал А те как бы так И это приводило к тому Что подлец Как Горбачев Мог проводить Свои гнусные решения Не считаясь С мнением членов ЦК А если порядочный человек На него месте был бы Ему пришлось бы тянуть Весь воз партийной работы Потому что члены ЦК Подходили бы к этому так Что тебя избрали Ты работай И это так сказать Касается комитета Всех больших эмарок И в этом вообще говоря Ничего демократичного нет Потому что А здесь Кстати в проекте Любого Кого же генерального секретаря Могут отозвать Те Не генеральный секретаря А Хоть председателя В ЦИК Могут отозвать Трудовой коллектив В любой момент Который его выдвинул Ну и плюс к этому Могут отозвать И исполнительный комитет Его может отозвать И съезд советов И может отозвать И областной совет Который диригировал Его наверх Так что тут получается Что число субъектов Способных к отзыву Оно возрастает И эти субъекты Они как бы ближе К избранному И легче могут реализовать То есть Менее уютно Менее плотно Человек Врастает в кресло Ну и надо сказать Что вот Прямые выборы Которые у нас начались В России С 36 В Советском Союзе С 36 года Прямые выборы депутатов Означали Что скажем Депутаты Сбираются от полутора миллионов человек Снизу невозможно Собрать полтора миллиона человек Даже если у вас оружие есть Невозможно Потались Собирать Они будут отстреливаться В 92-м году Поэтому это немыслимо И никаких отзывов Не было депутатов Ровно с 36-го года До 36-го года По Нижегородской области Отозвали 300 депутатов Отзывы были? Были Если их партия организовывает Если сверху Это не отзыв Отзыв это когда снизу А когда сверху Это не отзыв Это снятие Юридический отзыв Но оформлено как отзыв Сейчас вообще его нет